Добрый день, уважаемые журналисты! Наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена проведению в Казани со 2 по 3 октября 5-го международного экономического саммита России и стран организации исламского сотрудничества «Казань-саммит-2013». Разрешите представить вам участника нашей пресс-конференции Якубов Ленарко Блинурович, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Тарстан. Ленарко Блинурович, пожалуйста, вам слово. Теперь мой долгий рассказ про Казань-саммит, да? Добрый день еще раз. Вы же знаете, что с 2009 года действительно это мероприятие год от года развивается, увеличивается в масштабах, увеличивается в географии участников. И если в 2009 году это мероприятие начиналось, где-то там участников было 250 человек, и 10 стран представлялись, были представители 10 стран, и тогда еще мероприятие называлось по-другому. В принципе, шел определенный эволюционный путь развития данного мероприятия. Тогда он назывался Международный саммит исламского бизнеса и финансов. Но потом, уже в последующие годы, в 2010-2011 году мы поняли, что тематика экономических отношений Российской Федерации со странами организации исламского сотрудничества, а это 57 стран, на самом деле намного больше, и начали появляться мероприятия, которые касались и вопросов инвестиций, касались и вопросов торговли, меценатства, средств массовой информации и так далее. И, в конце концов, в прошлом году, вы, наверное, тоже помните, мероприятие впервые прошло уже при поддержке Совета Федерации. И, исходя из результатов прошлого года, исходя из нового формата, который уже в этом году будет опробован, мы пришли уже к, наверное, последнему такому названию, это Международный экономический саммит России и стран организации исламского сотрудничества. Но, конечно, брендовое название «Казань-саммит» всегда остаётся, с первых дней так и есть. И, на самом деле, задача, даже когда мы придумывали название этого мероприятия, было прежде всего продвигать «Казань», продвигать его на глобальных рынках. И сегодня это слово «Казань-саммит» – оно прижилось. И во многих странах знают про это мероприятие, каждый год рассматривают участие и участвуют. И очень отрадно то, что, во-первых, мероприятие как бренд, как инвестиционная площадка, как площадка для обсуждения очень большого круга экономических вопросов состоялось. И сегодня уже не надо, как уже я говорил, никому объяснять, что такое «Казань-саммит». Все понимают, что это, прежде всего, экономические вопросы, это торговля, это инвестиции, это целый ряд других аспектов, которые сегодня должны развиваться между Российской Федерацией и странами организационного и сламского сотрудничества. Ну а роль Республики Татарстана и роль Казани здесь такова, что мы действительно стали сейчас неким мостом во взаимодействиях Российской Федерации с этими странами. А вы помните, в 2005 году Россия стала наблюдателем Организации исламского сотрудничества, получила такой статус. И были даже вопросы, то есть рассматривался вопрос, насколько можно России стать полноправным членом этой организации. Но, в конце концов, включение России в эту организацию также повлекло бы и включение Китая, и Индии, а это уже слишком большие рынки, и сама организация исламского сотрудничества тогда могла бы совершенно быть уже в другом составе. И поэтому было принято тогда решение такое политическое таким странам, как Россия, где есть мусульманское население, где оно не большинство, а миноритарии, давать им статус наблюдателя. Вот Россия как раз с 2005 года является наблюдателем. Но нужно отметить, почему мы всё-таки сейчас всё больше и больше концентрируемся и говорим про международный экономический саммит, про торговлю, про инвестиции. Это прежде всего из-за того, что даже во время Советского Союза страны Ближнего Востока, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии для Советского Союза были рынками сбыта нашей продукции, там использовались наши технологии. Несмотря на то, что в 90-е, 2000-е годы практически эти взаимоотношения, скажем так, были приостановлены, и святое место пусто не бывает на место российских, советских компаний, а тогда пришли американские или другие европейские компании. Но сейчас всё-таки есть возможность обратно в эти рынки заходить, есть возможность не только туда продвигать свою продукцию, но и есть возможность оттуда привлекать инвестиции. Наверное, будут говорить, что вот опять ходят, говорят там про инвестиции из непонятливых стран, типа где, их не видно. Но нужно отметить, что вообще для инвестиций Российская Федерация в мусульманских странах мало когда рассматривалась. Но нужно отметить, что сейчас ситуация действительно очень сильно начинает меняться. Российский фонд прямых инвестиций вот совсем недавно объявил о том, что совместно с Абудави-Имешненфандом, с Мубадова будут открывать и фонд на 5 миллиардов долларов. Есть ряд частных компаний, которые уже реализовывают определённые свои проекты. То есть этап, когда было очень большое опасение по отношению к России, проходит. И сейчас приходит время, когда арабские инвесторы очень сильно начинают заинтересовываться проектами в Российской Федерации. Ну и здесь, конечно же, Республика Татарстан, как некий мост или ворота вхождения для большого количества мусульманских стран в Российскую Федерацию, конечно, мы должны играть активную роль и, пользуясь этим моментом, прежде всего привлекать инвестиции в свою республику. Не зря этим мероприятием занимается Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Это потенциальные рынки, как я уже говорил, и для сбыта нашей продукции, и для привлечения инвестиций в различные проекты, которые сегодня у нас в Республике реализовываются или готовы для того, чтобы их предлагать иностранным инвесторам, и, в частности, из мусульманских стран. Одним из таких проектов, как вы уже знаете, является проект Smart City Казань. Это полностью инвестиционный проект. Порядка 300 зданий будет там построено, и каждый объект, в нашем понимании или в рамках той площадки, которую мы подготовили, это будет инвестиционный проект, инвестиционная площадка, инвестиционные здания. И здесь мы очень активно уже сейчас работаем и со странами Юго-Восточной Азии, и Ближнего Востока. Во время саммита 2-го числа с часу до 2-х будет проходить официальная закладка первого камня Smart City. И сегодня уже несколько зданий подготовлены, даже проекты инвестора продлены, идет работа, и мы также сможем предложить и показать и участникам, и иностранным инвесторам и мастер-план, и те наработки, которые уже были сделаны на сегодняшний день. Есть очень серьезная проработка с инвесторами из Катара, из Объединенных Арабских Эмират, для участия в этом проекте. И, кстати, вот хочу, наверное, похвалиться. Буквально на прошлой неделе, в понедельник-вторник, в Москве проходил форум про Эстейт международный, и там мастер-план проекта Smart City завоевал Прикс Д'Эксселенс, это награду, самую высшую награду в области недвижимости, это некий Оскар такой в области недвижимости, именно по направлению мастер-плана. Сегодня мастер-план действительно тот, который уже доработан, считается одним из самых таких серьезно проработанных и готовых для внедрения, несмотря на то, что там очень много новостей. Но все-таки вернемся к Казанскому саммиту. Я хотел буквально коротко рассказать о программе, потому что я говорил вначале, что есть определенные нововведения. И, кстати, вот по инвестиционному имиджу Российской Федерации и Республики Татарстан, имеется в виду регионов Российской Федерации, конечно, можно много говорить. Мы сегодня очень активно обсуждаем и с федеральными властями вопрос того, насколько сильно нужно оказывать внимание на продвижение Российской Федерации в целом и регионов инвестиционных возможностей на рынках международных. Сегодня, к сожалению, вот среди российских регионов Татарстан – единственный регион, который в прошлом году с программы «Инвестит Татарстан» мы вышли и продвигали себя на международных рынках, и сейчас в Российской Федерации это считается лучшей практикой, которая рекомендуется агентствам стратегических инициатив для всех других региональных агентств. Но мы со своей стороны, конечно, делаем много усилий для того, чтобы и на уровне Российской Федерации продвижения инвестиций в Россию, стало бы намного активнее, потому что, я часто про это говорю, не будет никаких инвестиций в регионы, пока инвесторы не примут политического решения заходить в Россию. Сегодня все эти инвесторы, которые здесь есть, они это политическое решение по тем или иным причинам приняли, но достучаться до большого количества инвесторов всё-таки нужно активно себя продвигать. Очень много делается для улучшения инвестиционного климата Российской Федерации, но, к сожалению, не всегда эта информация должным образом доводится до иностранных инвесторов. И, по большому счёту, мы буквально сегодня в обед только прилетели из Мексики, у Мексики тоже примерно такие же проблемы. Когда спрашиваешь у людей про Мексику, люди сразу вспоминают Текилу, Сомбреро, какие-то пляжи, и на этом, наверное, всё. И голливудские фильмы, когда американские бандиты перебегают в сторону Мексики. Наверное, это максимум информации, которую мы знаем. Вот, к сожалению, про Россию тоже, когда у них спрашиваешь, максимум знаний, которые у них есть, это, что есть Москва и Санкт-Петербург, и что есть Кребль, и что там холодно. Вот смешно, да, я сколько про это говорю, но все так и думают, что у нас холодно, что у нас мафия на улице и так далее. То есть, вот в голливудских фильмах что видят, вот так и думают. И почему я много акцентирую внимание на этом? Вот мероприятие, которое мы начнём, с которого мы начнём Казанский саммит, это деловой завтрак, где будут участвовать все руководители компании, участников, вип-персоны, представляющие и государственные органы, и Российской Федерации, и международных, и других стран, и где тема делового завтрака – это мифы о России. Нужно очень много сегодня делать для того, чтобы те существующие мифы о России, их развеять, и те люди, которые сюда приезжают, они, конечно же, видят, что ситуация совершенно другая, но это очень больших усилий стоит действительно этих людей сюда ещё притащить. И вот Казанский саммит, кстати, с этой точки зрения играет очень большую роль катализатора, когда люди приезжают на мероприятие, и через призму этого мероприятия узнают про Россию, про регион, в частности, про Казань, про Республику Татарстан. Так вот, деловой завтрак – мифы о России, где как раз основная задача – это развеять мифы о России, которые сложились в представлении зарубежных инвесторов и бизнесменов. И, исходя из опыта тех компаний, которые здесь работают, исходя из тех нововведений или тех серьёзных изменений в инвестиционном направлении, это всё будет доведено до участников. Значит, ввиду того, что сегодня в мире развитие экономики очень серьёзно связано и с развитием городов, в принципе, вот мы, когда начали развивать проект Smart City, и, наверное, также можно сказать и по проекту Иннополис, это совершенно новый вид развития экономики, когда идёт определённая диверсификация, когда создаются новые условия, которые на самом деле должны становиться магнитом притяжения не только людей не только из Татарстана, но и из других регионов. То есть некие магниты, катализаторы развития экономики. И вот умные города экономическое развитие регионов, мы сегодня на уровне Республики Татарстана, опять-таки, уже ориентируясь на международный опыт, можем говорить о том, что, да, действительно, такие проекты, они могут становиться некими локомотивами и привлечения инвестиций, и развития новых направлений, которых в том или ином регионе по тем или иным причинам не было. И если я в частности про Татарстан говорю, Иннополис – это полностью новая площадка для развития IT-технологий, Smart City – это и бизнес-услуги, это и медицина, и образование, и так далее. То есть новые катализаторы, и вот отдельно будет форум проходить по умным городам. Здесь мы, у нас соорганизатором является корпорация развития Татарстан, которая как раз сейчас очень активно ведёт работу по развитию проекта Smart City. Также будут участвовать и наши коллеги по развитию проекта Иннополис-сити. Много будет иностранных участников. Кстати, нужно отметить, что вообще стратегия развития вот таких новых городов-спутников в мире сегодня набирает серьёзные обороты. Очень большое количество специалистов в этой области начинает сейчас появляться. И отрадно то, что сегодня Татарстан мы ни в коем случае не отстаём, а на самом деле как раз совпадаем с теми международными травмами, которые есть. Отдельное мероприятие, которое уже назрело, мы потихоньку к нему готовились, но сейчас уже чётко его обозначили, это мировая торговля как инструмент экономического роста. Вы знаете, что в этом году мы создали корпорацию экспорта Республики Татарстан и корпорации совместно с Торговой промышленной палатой являются соорганизаторами этого мероприятия, где как раз будут обсуждаться те возможности и проблемы, которые существуют в рамках развития торговых отношений между Россией и странами УИЗ. Дальше, конечно же, отдельная тема – это содействие прямым иностранным инвестициям в эпоху агентства привлечения инвестиций или, коротко говоря, форум инвестиционных агентств. Кстати, 1 сентября планируется, что все существующие сегодня в Российской Федерации и агентства, и корпорации развития различных регионов, о их порядке 60, здесь соберутся и мы, агентство инвестиционного развития, совместно с агентством стратегических инициатив и при взаимодействии со Всемирным банком и Всемирной ассоциацией инвестиционных агентств проведем семинар для всех представителей и агентств и корпораций развития. И вот на 2-го, это будет преддверие саммита 1-го октября, а вот 2-го числа уже в рамках саммита будет продолжена работа по инвестиционным агентствам, и вот такой будет своеобразный форум. Есть сегодня практика и создания региональных, и создания страновых агентств, а также создаётся так называемое коридорное агентство, это когда на несколько территорий, на несколько регионов создают одно агентство и где различные регионы дополняют друг друг друга. И вот мы будем смотреть, насколько сегодня можно было бы активно в этой области работать и выстроить правильные взаимоотношения между региональным, федеральным. Даже вот на уровне городов у нас сегодня в Республике Татарстан есть практика такая, у нас вот в Елабуге отдельная структура, в Челнах, в Зеленодольске, в Альметьевске, которые, по сути, уже можно называть городскими или муниципальными инвестиционными агентствами взаимодействия на их уровне. Здесь, как я уже говорил, и представители международных университетов, которые очень серьёзно делают изучение в области привлечения инвестиций. Это и Всемирная ассоциация инвестиционных агентств, извиняюсь, и иностранные компании, и представители крупнейших инвестиционных агентств, одно из них SelectUSA, выбирай штаты, да, называется. Также представители и Исламского банка развития, в рамках Исламского банка развития существует даже отдельная техническая программа по взаимодействию с инвестиционными агентствами. Ну и также мы сейчас выходим с инициативой о необходимости создания ассоциаций региональных инвестиционных агентств для того, чтобы я, наверное, пока рановато озвучиваю, но, тем не менее, эта работа идёт, и мы вот в рамках саммита этот вопрос также будем рассматривать, чтобы лучшие практики, которые сегодня в мире есть, они могли применяться уже на уровне всех регионов Российской Федерации. Кстати, вот мы с февраля этого года, наше агентство является директором Всемирной ассоциации инвестиционных агентств по Восточной Европе. Мы, получается, несмотря на то, что мы региональные агентства, но так или иначе, вот мы стали директором страновых агентств. На самом деле это нам даёт, конечно, признание и, опять-таки, возможность продвигать республику Татарстан на международном уровне. Значит, это вот по основным моментам первого дня. Кроме этого, я уже говорил, что будет закладка камня официального камня Казань, официальная закладка первого камня Smart City Казань непосредственно на площадке. Это будет. Кстати, вот надо отметить, что одна из задач, которую мы преследовали в этом году, это использовать наследие универсиады, и поэтому мероприятие само, традиционно оно проходило в последние годы в пирамиде, в этом году мы планируем провести в Международном информационном центре. Очень хорошая инфраструктура, очень подходящие залы, хорошая логистика, большое количество гостей не будет мешать и не будет создавать пробки в городе, это, наверное, тоже важно, Близовское аэропорту. И вот все эти удобства, опять-таки, наличие новой трассы, скоростной трассы через город, которая проходит без светофоров. То есть, всем участникам будет довольно-таки удобно с логистической точки зрения там работать. Но и важно очень, кстати, мы это тоже будем обсуждать в рамках одного из форумов, это «Инвестиции в Россию и новые горизонты». Там вот вторая сессия как раз заключается в том, чтобы как с инвестиционной точки зрения правильно использовать наследие крупных спортивных игр, как универсиада, как чемпионат мира и так далее. Потому что, если говорить про Республику Татарстан, про универсиаду, наверное, все-таки приятно отметить тот факт, что объекты универсиады, они очень правильно распределены, и есть большая вероятность, что они будут очень эффективно использованы и в дальнейшем. Не всегда это происходит. Во многих странах приходится эти объекты потом закрывать. И вот как с точки зрения инвестиционного продвижения, инвестиционного развития можно было бы использовать такие моменты, а для Татарстана это и совершенно новый аэропорт, и новые дороги, и новые разверстки, и новые здания, и обновленная вся инфраструктура, которая на самом деле является очень серьезным залогом для дальнейшего развития в инвестиционном плане и города, и республика Татарстана в целом. Вот инвестиции в Россию, и вот, как я уже говорил, первая очень важная сессия – это из уст инвесторов России и ее инвестиционный климат. И здесь будут говорить уже те компании, которые сегодня в Российской Федерации работают. Вторая сессия – это будущее наследие крупных международных спортивных и выставочных мероприятий, влияние на инвестиционную и туристическую привлекательность. Ну и, конечно, традиционно пройдет конференция по исламской экономике и финансам. В этом году на мероприятии, в этом мероприятии будут участвовать довольно-таки большое количество специалистов в этом направлении, благо, рынок исламских финансов год от года растет. И сегодня активы исламских банков уже более полутора триллионов долларов и с дальнейшим ростом к 2015 году до 2-2,5 триллионов. Поэтому здесь тенденция, она, хотим мы того или нет, или являемся мы частью этого или нет, тенденция глобальная, тренды хорошие. И, конечно, нам хотелось бы и на этом капитализировать. Не всем это нравится, но у татарстана опять-таки здесь есть очень хорошие возможности. Сегодня и наши федеральные партнеры активно очень на эту тему смотрят. Будет в этом году участвовать и президент Исламского банка развития, будет также и Исламской корпорацией по развитию частного сектора. Кстати, вот в мае мы, президент Республики Татарстан, был в рамках ежегодного национального форума в Дубае, встречался с компанией Thompson Reuters, с которым мы подписали меморандум о наших дальнейших действиях. И одним из пунктов является как раз развитие инициативных финансов или некоего исламского финансового центра на территории Республики Татарстан. Мы, конечно же, с точки зрения инициативной привлекательности предлагаем сделать Smart City некой платформой для развития этого. Но это есть и с физической точки зрения, но есть еще и с точки зрения контента. Так вот, Thompson Reuters – это международный глобальный информационный игрок и имеет очень большую базу данных и большие наработки в исламских финансах. Они сделали некую дорожную карту развития исламских финансов в Российской Федерации и странах СНГ, и чтобы в этих процессах активно участвовала и Республика Татарстан, и Российская Федерация в целом. Вот презентация этой дорожной карты, наверное, будет как бы основным элементом, и вокруг этого уже будут устраиваться все оставшиеся выступления. Это и первая сессия тренда на мировом рынке исламских финансов, и вторая – это развитие исламских финансов в Российской Федерации и странах СНГ. Успешные и примеры. Кстати, вот успешных примеров тоже достаточно, и не только Республика Татарстан, но и в других регионах тоже определенная активность в этом направлении сейчас чувствуется. Здесь целый перечень очень крупных таких игроков этого рынка. Благо в этом году, наверное, прежде всего из-за того, что статус мероприятий из года в год растет, очень много именно топовых таких менеджеров. Да, это руководители компаний, руководители банков, холдингов, сами основатели уже даже крупнейших компаний приедут в этом году, и они вот также будут участвовать в этих мероприятиях. Также вот для средств массовой информации, так как вы играете очень большую роль в рамках формирования имиджа, в рамках формирования такого, скажем так, инвестиционного фона, да, будет медиафорум организован, который называется «Экспертные заметки недипломированных специалистов». Это, наверное, кто-то посчитает странным это название. Но на самом деле, коллеги, наверное, многие из вас готовы будут признаться, что не все люди, которые пишут про экономику, действительно являются специалистами в этой области, да, но так или иначе про это нужно писать, много что интересного. И вот здесь как раз этот форум будет настроен на то, чтобы какова роль средств массовой информации в создании и транслировании имиджа и инвестиционного портрета России и её регионов посредством освещения вопросов экономики. Я вот призываю вас всех очень активно в этом участвовать. Здесь и наши федеральные средства массовой информации, и международные будут участвовать. Я думаю, будет интересного. Ну и, конечно же, в рамках развития инвестиций и вообще развития экономической деятельности человеческие ресурсы занимают сегодня один из ключевых моментов. И вот кадровая служба и ключевая роль в развитии человеческого капитала будет такой тоже круглый стол. Кроме этого, значит, вот буквально на прошлой неделе мы были на Всемирном экономическом форуме в Доляне, это называется «Летний Давос». Его проводят те же люди, которые проводят и Давосский форум, Клау Шваб и его команда. Так вот, в рамках этого, в рамках Давосского форума существует такое сообщество глобальных формирователей, да, или называется «Global Shapers Community». Так вот, как раз российский чаптор, скажем так, отделение по России, по Татарстану будет презентоваться как раз, опять-таки, в рамках Казанского саммита будет презентация сообщества глобальных шейперов Всемирного экономического форума. Очень молодые и интересные люди, которые креативные, очень много таких интересных идей, и они вот на площадке саммита будут делать свою презентацию. В этом году очень много мы прилагаем усилий для того, чтобы были большое количество B2B-стреч, это встречи бизнеса с бизнесом, так как едет большое количество иностранных инвесторов, конечно, хотелось бы, чтобы татарстанские компании или компании других регионов Российской Федерации максимально воспользовались этой площадкой для того, чтобы провести переговоры, благо на это тоже будут созданы соответствующие условия. Мы это делаем совместно с компанией «Сэр Синьян». Значит, «Сэр Синьян» такого формата B2B-стречи пока организовывала только на Питерском форуме и на саммите АТЭС, и это будет третья площадка, где подобный формат будет работать. И поэтому у нас очень большая надежда, что эффективность этих деловых встреч будет довольно-таки большой. Надо отметить, что приезжает большое количество различных делегаций, и в основном со всеми с ними президент нашей республики проводит двухсторонние встречи. Они также будут организованы в рамках работы саммита этого года. Так, кроме этого, значит, у нас уже становится… Прошу прощения, может, дадим шанс журналистам тоже задать вопрос? Я уже много говорю. Да, сейчас я закончу. По формату саммита все-таки, наверное, лучше я договорю. Значит, традиционно у нас уже становится это скачки на Кубок Казань-саммит. Они в этом году вечером будут проходить на ипподроме. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы все жители города Казань и республика Татарстан также приняли активное участие и на этом мероприятии. Так, значит, кроме этого, в рамках самого саммита организовывается выставка участников и компаний республики Татарстан, и международных участников саммита. И также в этом году, в продолжении практики прошлого года, будет проходить отдельно эта консультативная встреча взаимодействия парламентариев Российской Федерации и стран-членов ОИС в вопросах установления благоприятного делового и инвестиционного климата, укрепления мира и стабильности развития диалога культуры и цивилизаций. Будут представители порядка 30 парламентариев различных стран. Будут 10 сенаторов с нашего Совета Федерации во главе с заместителем председателя Умахановым Ильясом Магомедовичем. И также, конечно, самое важное мероприятие – это стратегический форум. В этом году он будет проходить на второй день. После того, когда уже целый рабочий день в различных дискуссиях, в различных форумах пройдет, на второй день это уже стратегический форум, как самое главное мероприятие, будет проходить больше в формате как такого заключительного и как подведения итогов той проделанной работы и определения приоритетов развития на будущее, где как раз будут поступать главы делегаций. Кроме этого, в этом году впервые проходит международная выставка «Евразия-экспо». Будет проходить с 3 по 6 на казанской ярмарке. Это, опять-таки, делается в рамках международного экономического саммита России и страны. Пару слов, буквально пару минут займу по поводу участников. У нас заявилось очень большое количество послов в различных странах. Это не только страны ОИС, но и страны, которые не входят. Это и Мексика, и Южная Корея, и Китай, и Индия, и ряд других стран. Сегодня мы имеем… Регистрация идёт в режиме онлайн на сайте Казанского саммита. На сегодняшний день зарегистрированы представители 35 стран. Среди них это и делегации из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Малайзии, представители Африки, Нигерии, Сенегала, Сиар-Эльона, Европы, Англия, Германия, Италия, азиатские страны Китай, Индия, Южная Корея, Соединённые Штаты Америки и Мексика. Представители СМИ на сегодняшний день зарегистрировалось порядка 100 человек. В целом мы ожидаем, что число участников будет варьироваться где-то 500-700 человек. Пока динамика регистрации довольно-таки хорошая, и, надеюсь, на 500-700 человек в целом мероприятии в этом году выйдет. Но задача, опять-таки, ставится не набрать количественный состав, а самое главное, набрать качественных людей, которые бы могли действительно принимать серьёзные решения как в инвестиционном плане, в плане торговых сделок, так и в определении дальнейших приоритетов развития наших двусторонних или многосторонних отношений со сторонами ОИС. Впервые Казонский саммит будет посещать генеральный секретарь ОИС, господин Экмуладдин Эксаноглу, также будут представители министерств Малайзии и Объединённых Арабских Эмиратов, очень серьёзная делегация государства Катары, это и председатель Ассоциации бизнесменов Катары, шейх Файзал бин Касим. Будет, по крайней мере, пять шейхов с Катары, председатель торгового агентства Катара, председатель торгово-промышленной палаты Катарского инвестиционного агентства, то же самое по Объединённым Арабским Эмиратам, очень сильные семьи бизнесменов приедут и в Саудовскую Аравию, группы Исламского банка развития, уже те инвесторы, которые существуют и работают сегодня в рамках татарстанской международной инвестиционной компании и целый ряд других. Ну и с Российской Федерацией сегодня у нас ожидается и представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Центрального банка. Заявились у нас и страны СНГ, министры экономики Киргизии, ну и целый ряд других представителей различных стран и организаций. На этом, наверное, понимаешь, что время у нас лимитировано, я закончу, а так мог бы говорить очень много. Теперь мы перейдём к сессии вопросов. Уважаемые журналисты, пожалуйста, перед тем, как задать вопрос, представьтесь и включите микрофон. Спасибо. Продолжение следует... 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 Бо Татарстанда Брэнчешундый Ойрылсендый мероприятий Койда Партнерство Раушендарегул Бирнекадар бюджет Альбетта бізден Татарстан Бюджетный накилен Килен килен Спонсорлардан Хамы Копширщик компания Афидераль бюджет Фидераль бюджеттен Монгаршық не было финансирования. Но в этом году большинство мероприятий в Советской Федерации не было финансово 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 наше. Скажите. Скажите. Питерский форум Битерский форум не может быть в последние форумы. Бюджет в первую очередь в последние мероприятия в Советской Федерации в будущем в 2020-2020 миллионов долларов. В этом году в Северной Федерации в первую очередь в последние форумы в первую очередь в последние эти использования все в сообществе в 1925 году в США в США в США в США в США — Иван Склябин, как Татарстан, скажите, пожалуйста, благодаря прошлогоднему саммиту, какова сумма привлечённых прямых инвестиций в Татарстан? — Знаете, вот все вы очень такие умные, и все вы задаёте правильные вопросы. Типа, вот саммит прошёл, а где результат? Проходит очень много разных мероприятий, и мало кто спрашивает о результатах. — Я ещё раз говорю, к сожалению, сегодня даже с имиджевой точки зрения мы никак ещё не можем выйти на тот уровень, когда нас воспринимали бы на адекватном уровне. Мероприятия такого характера, они долгоиграющие, они не могут приносить прибыль сегодня. Но сегодня надо отметить, что если мы сравниваем, что было пять лет назад, и сравниваем то, что сегодня, то признание этого мероприятия совершенно другое. — Да, и сегодня Казань действительно уже начинает становиться вот такой важной площадкой. Вот смотрите, у нас сегодня в Российской Федерации проходит практически в каждом регионе какой-то инвестиционный форум. Тратится очень много денег, но мало кто вообще даже знает про эти инвестиционные форумы. Вот мы, как инвестиционное агентство Республики Татарстан, практически каждый месяц по несколько даже приглашений с различных регионов получаем. Иногда мы отправляем туда своих людей, но уровень действительно желает оставлять лучшего. И вот сегодня состоявшиеся мероприятия, которые признаны в Российской Федерации, это, во-первых, Питерский форум, про который все знают, второе — это Сочинский форум, ну и еще в Сибири там бывает Красноярский форум, да, а там целый ряд других мероприятий, их даже люди не знают. Что касается Казанского саммита, то это мероприятие довольно-таки другого формата и с постановкой в другом направлении, да. Если вот все работают на Европу, то это мероприятие, оно работает в сторону мусульманских стран. А политическое сегодня подоплека развития взаимоотношений со странами мусульманского мира, она более чем достаточна. Вы время от времени видите, что и президент Путин, и наши федеральные чиновники очень активно с политической точки зрения взаимодействуют с арабским миром. Сегодня, понятно, вот я, наверное, чуть-чуть здесь покрою и политический вопрос, да, есть много разногласий или там разночтений касаемо позиции России там в отношении к сирийскому вопросу. Конечно, не мой уровень и не я это должен говорить, да, но на самом деле экономические взаимодействия, что бы там ни происходило, да, они все равно должны происходить, они все равно должны случаться, и эта работа должна проводиться. Вот Казанский саммит, он как раз по своей натуре, по своему характеру является экономической платформой, где мы на самом деле говорим, что да, есть какие-то разногласия, но в экономической плоскости у нас очень много взаимосвязанных вещей. И вопросы инвестиций, и вопросы экономики, и торговли, и целый ряд других там вопросов, да. И поэтому здесь у Казанского саммита, у него отдельная такая философия, отдельная такая нагрузка, которая сегодня действительно получается все лучше и лучше, и не зря в мероприятии начинают участвовать и наши федеральные структуры. И поэтому вот сегодня в Республике Татарстан, если исходить из инвестиционных форумов, это стало самым главным экономическим мероприятием. Вот вспомните, какие еще мероприятия у нас есть. У нас есть для совершенно отдельного кластера инвесторов, это венчурных инвесторов, есть Казанская венчурная ярмарка, да, и все, и кроме этого у нас больше ничего нет. Но у нас есть Казан-саммит, который, во-первых, позволяет Татарстану очень удобно выделяться от других регионов, и, во-вторых, позволяет в то же самое время, используя нашу платформу, выстраивать взаимоотношения в экономической плоскости между Россией и этими странами ОИС. Вот здесь и экономика, и политика, они всегда рядом идут, но мы больше, конечно же, Казан-саммит – это мероприятие экономического характера. И, кстати, вот я хотел один пример привести. Я в прошлом году, когда мы были с визитом в Иран, ну вы же знаете, там Иран все время, вот блокада, вот американские компании там блокируют, не работают. На самом деле, через каждый шаг мы видели американские компании. То есть, несмотря на все эти моменты, экономика всегда преобладала, и компания PepsiCo, и Coca-Cola, и целый ряд других, все они очень активно и удачно там работали. Поэтому очень важно, чтобы, что бы там ни происходило на политической арене, экономическую взаимосвязь между теми странами, где действительно проживает очень большое количество населения планеты, где есть очень серьёзные запасы и минеральные, и денежные, и в то же самое время они для нас представляют огромный рынок сбыток, с которым мы, к сожалению, не совсем умеем работать. Но данное мероприятие, по крайней мере, позволяет хотя бы на шаг вперёд продвинуться в развитии вот этих направлений. Поэтому здесь вот прямо говорить, что вот сами прошло, на сколько миллиардов подписано. Вот просто по наполнению я вам могу сказать, вот с первого года по сегодняшний день пять лет прошло, да. Вот сейчас компании уже сами к нам приходят и говорят, давайте вот в рамках Казанского саммита мы подпишем вот такое соглашение, давайте вот в рамках Казанского саммита мы сделаем вот это, давайте мы вот там участвуем, найдём взаимоотношения с теми, с теми, с теми. То есть это означает, что потихоньку мероприятие начинает получать тот необходимый статус, который позволит уже на автомате дальше развивать это мероприятие на долгие годы вперёд. Вот насколько меня хватит по этому мероприятию, я не уверен, но вот пять лет нам удалось продержаться, да. А помимо рисков, вы говорите, то, что мало узнают Россию и Татарстан, какие ещё риски видят иностранные инвесторы вот в России и Татарстане? Знаете, вот вообще самый основной риск, ну, наверное, даже не риск, а вопрос, то есть отсутствие так называемых success stories, да, там удачливых историй или удачных компаний, которые бы работали и могли сказать, вот мы пришли, вот мы заработали, и вот, пожалуйста, вы можете сделать то же самое. Поэтому самая сложная часть вообще вот привлечения инвестиций с любой стороны, это хотя бы, чтобы одна компания из какой-то страны удачно осуществила свой инвестиционный проект на нашей территории. После этого больше никаких доказательств не нужно. Это самые главные доказательства. Вот мы сегодня очень много общаемся с компаниями в автомобильной индустрии, по автокомпоненту. У нас есть очень хороший пример компании Kikert, которая из многих регионов в прошлом году выбрала Татарстан. От начала до конца мы этот проект ввели, и базируясь вот даже на этот проект, нам удалось сделать некий такой кейс-стадий, который мы уже просто показываем другим иностранным компаниям, те этапы и те шаги, которые компания прошла, как она это быстро прошла и каких она добилась результатов, вот лучше этого больше никаких доказательств нет. Вот мы его сейчас только высылаем, сразу всем компаниям становится ясно, насколько быстро или динамично можно было бы реализовать тот или иной проект на территории нашей республики. Поэтому это они в любом случае будут. Если до сегодняшнего дня мы конкретно эту статистику не ввели в ценовом выражении, насколько был эффект, то, наверное, начиная вот с этого года уже, в принципе, можно было бы это делать, потому что мы чувствуем, что есть конкретные проекты, участники которых хотят подписать свои соглашения на нашей площадке. И мне кажется, это очень важно. Бизнес-онлайн? Бизнес-онлайн? А, вы и бизнес-онлайн, да, хорошо. А как бюджет в этом году? Ну, вот я этот, там, я... А, вы не совсем, да? Не совсем не могу написать на одну неделю. Ну, вот, знаете, вот, на самом деле это, ну, сейчас вот, скажут, опять Якупов начал скулить, да? Но, на самом деле, вот, вы же всё умеете переворачивать, и любое начинание потом получается, что, о, опять пришли потратить государственные деньги. В любом случае, ваши комментарии будут таковы, да, внизу. А как бы сильно я вас не любил, но почему-то у вас такая аудитория. Да, ну, в любом случае, вас там найдут. Вот я сказал, что подобные мероприятия, вот, для примера могу сказать, да, бюджет Петербургского экономического форума 2013 года составил 1 миллиард рублей. Конечно, по сравнению с ним, Казанский саммит – это просто утренник. Окей? Это мероприятие, где, на самом деле, это мероприятие единственное, где есть и средства частного сектора, и есть средства государства, да, Республика Татарстан. В среднем бюджет таких мероприятий, в зависимости от количества участников, в зависимости от формата проведения и так далее, варьируется где-то от 500 тысяч до 1 миллиона. Сегодня точно сказать, какая именно будет потрачена сумма, я не могу, потому что мы пока занимаемся регистрацией, занимаемся подготовкой, там, и так далее, и так далее. Конечно, мы работаем в режиме экономики, в очень таком экономном формате, да, но слишком удешевить мероприятие и сделать его просто как очередной какой-то семинар, тогда вообще и нет смысла собирать всех этих людей, да? Больше или меньше, чем в прошлом году? Ввиду того, что количество мероприятий больше, ввиду того, что количество очень серьезных костей в этом году увеличилось, наверное, бюджет будет на чуть-чуть больше, чем в прошлом году. На 5, 10, 15. Еще раз говорю, вот вам сейчас скажут, да, вы же опять там растерзаете, но не в этом суть. Вот я вам показал, сколько тратят на подобные мероприятия. Вот мы скоро едем в сочинский форум, да, я вот узнаю, сколько у них там бюджет тоже для интереса. Но, еще раз говорю, по сравнению со всем этим, Казанский саммит – это вот утренник детского сада. Опять-таки, не используйте это как ваше главное название. Казанский саммит – утренник детского сада, да? Пожалуйста. Это с точки зрения бюджета, я говорил. Они с точки зрения той активности и того наполнения, которое есть в Казанском саммите, да. Алина Григорьевна, цветные приложения Коммерсанта. По Smart City пару вопросов уточнить хотелось бы. Вы сказали, многие новшества применены, вот какие конкретно, очень интересно услышать. И все-таки про мастер-план поподробнее, за что вручили приз Pro Estate. Значит, с приза начну. Мне это больше нравится. Значит, в течение года есть организация такая международная, ФИАПСИ. Существует во многих странах, есть российское отделение. И в каждой стране в рынке недвижимости определяются по 10 номинациям победители. В течение года идет выборка этих проектов различных. Мы участвовали, то есть проект Smart City на финальной стадии конкурировал с проектами ВТБ стадиона, потом еще одного питерского проекта, да, там по развитию территории, там 136 гектаров, что ли, было. И вот, смотрите, мы по своему наполнению, по серьезности, по всеобъемлемости, да, все-таки выиграли. И про новшества, которые там есть, это и вопросы, касающиеся экологичности, это и вопросы, касающиеся умных технологий, транспорта, энергосберегающих технологий, потом архитектурных решений, транспортных потоков, да, там, и самое главное, кластерного развития. То есть Smart City по сравнению с другими девелоперскими проектами, он отличался тем, что там с первых дней мы работали над экономическим наполнением. И есть ключевые драйвера этого проекта, это бизнес-услуги, некий деловой центр, да. Кстати, вот в сентябре прошлого года Рустам Нагалевич как раз сказал, что деловой центр города Казани все-таки нужно потихоньку выводить туда, в Smart City. И это медицинский кластер, это кластер образования, и также туризма и высоких технологий. Вы знаете, что 102 гектара особой экономической зоны, она у нас разделена на две площадки. Первая площадка, 192 гектара, это на площадке Иннополис, Верхнеустановский район. И 102 гектара, это на площадке Smart City, сразу после, ну между основной площадкой Smart City и аэропортом, есть 102 гектара, которые как раз определены как вторая площадка особой экономической зоны, где ввиду близости к аэропорту и к логистическим цепочкам очень важная задача – это выстроить, то есть посадить туда высокотехнологичные компании, которые бы производили именно продукцию с очень высокой добавленной стоимостью и с не очень большим количеством людей, занятых в этом производственном процессе. Потому что мы сегодня все-таки движемся к экономике, которая базируется на знаниях, мы движемся к более капиталоемким технологиям. По большому счету, если вот говорить о структуре человеческого капитала, сегодня вот статистика говорит, что безработица у нас – это 1-2 процента, это по сути в экономических терминах, как некая статистическая погрешность, до 3 процентов – это нормальное состояние экономики, когда есть безработица. У нас, к сожалению, сегодня, вы знаете, на два вакантных места приходит одна единица рабочей силы. И вот очень важно, чтобы те проекты, которые у нас сегодня будут запускаться в различных областях инвестиционного характера, они, чтобы были больше капиталоемкие и с использованием очень труда с высококвалифицированных рабочих. Очень большое количество у нас выпускников учебных заведений, но, допустим, индустриальные площадки все еще предлагают, и крупные наши заводы все-таки предлагают работы, которые нужны для выпускников ПТУ, колледжей и так далее. А не совсем получается пока создавать рабочие места для высококвалифицированных людей. И задача Smart City – вот мы первый проект, который там инженерный центр, там будет 300 инженеров со всей Российской Федерации собраны в одной компании, которая будет обслуживать, ну, которая обслуживает нефтяную отрасль, делает математические там исследования и так далее, дебиты скважин там, пятое-десятое. И задача сейчас вот на таких новых площадках, также, когда вот мы говорим про Иннополис, мы говорим про IT-специалистов, и чтобы эта территория стала некой такой силиконовой долиной или неким таким оазисом, где могли бы быть концентрировано очень большое количество специалистов в этой области, у которых на самом деле добавлена стоимость очень высокая. То же самое и по Smart City, но мы здесь больше концентрируемся не на IT-индустрию, а на другие индустрии, которые также способны генерить высокую добавленную стоимость. И в этом, наверное, вот новизна этих новых площадок, которые становятся новыми экономическими драйверами развития территорий. И это вот то, что в конечном счёте можно построить что угодно, здание любого фасона, любого размера. Самое главное – это чем и как мы его будем наполнять. И вот наполнение – это очень важная часть. И вот когда мы презентовали проект Smart City, в нём сразу уже были заложены и технологии, и архитектура, и экономическая составная. Вот сейчас одна из таких серьёзных тем, ну, в последние годы очень сильно муссируется, это тема устойчивого роста. А сейчас уже как бы новая волна идёт. Вы вот на Всемирном экономическом форуме много про это говорили. Это, как это называется на русском, так? Это, когда экономика способна… Circular – это как вращающаяся экономика, что ли, когда… А? Не, не цикличная. А когда безотходная… Ну, по сути, как экономика безотходна производит, да? Реклотивация, да? Ну, я, к сожалению, мог бы это на английском лучше сказать, но давайте просто… Я хочу сказать, что сегодня, когда создаются новые площадки, новые здания, прежде всего нужно думать о том, чем их заполнять, как ими управлять, и как сделать так, чтобы они становились сами платформой вот этого устойчивого роста. Окей? Спасибо. На этом мы, пожалуй, завершим нашу пресс-конференцию. Оставшиеся вопросы вы сможете задать в частном порядке. Спасибо за участие. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.